привет 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 всем галина ольга ольга вероника ирина мне нравится аватарку вероники все зашло слишком далеко но мне даже нравится все сереж тебе слово давайте начинать мне кажется нас все уже знакомые представляться не надо сегодня по классике врубайте камеры не стесняйтесь с ним приятно я буду видеть что я с людьми разговариваю давайте может быть пару слов у нас домашка была в чатике напишите пожалуйста получилось ли с домашкой плюсик если получилось минус если не получилось напоминаю нам надо было расписать с вами стратегию свою подумать над задачками которые надо делать прямо сейчас кстати ваши плюсики-минусики у нас я не помню все участники были да на прошлой встрече состав я что-то не обратил внимание частью все окей посмотрим тогда получилось что не получилось все впервые прекрасно тогда пока я буду рассказывать можно накидать задачи которые хотелось бы приоритизировать ну либо на 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 уже сформирован в общем у нас сегодня цель будет поговорить про приоритизацию то есть понять как нам выбирать когда объектом для выбора больше чем 2 ну то есть когда у нас например стоит там десяток задач для работы или в прошлый раз мы с вами говорили про нашу личную стратегию то есть куда я как человек должен развиваться вероятнее всего там появится куча вариантов куда можно развиваться куча направлений куча под каких-то вариантов чтобы убрать вот этот стресс и нервы с этого вопроса хочется как раз вам дать ну вот следующий инструмент он вот это будет конференция на которой я выступал в декабре поэтому здесь всякие логотипчики висят но она надеюсь будет интересно вам полскрин экран видно все окей Ольки вне все Ольки у меня будешь проводником в мир в эту сторону зума раз ребята студии не подключаются ОТВИК еще был отлично значит смотрите тема приоритизация название нашей сегодняшней встречи как договориться с королем хочется немножко вас сейчас погрузить в историю а почему она не кликается а вот так вот еще в общем про меня вы помните кто я такой останавливаться не будем смотрите опять же от продакт менеджера который держим в уме что я рассказываю таким же как я грубо говоря то есть рассказывать каким-то термином если вдруг что-то будет непонятно пожалуйста задавайте вопросы поднимайте руку пишите в чат в общем какая логика есть я как человек который пришел в банк не знаю любую организацию чтобы заниматься и вести добро в этот мир у меня в какой-то момент появляется моя команда которая рядом со мной встает начинает мне помогать реализовывать канал и так далее и все у нас хорошо у нас появляется набор задач с которыми мы начинаем работать эти три полосы как раз те самые задачи которые у нас появились вот и как будто бы все хорошо все классно но потом к нам приходит какой-то человек из соседнего подразделения возможно партнер или еще кто-то свет выключился приходит к нам и подкидывает к нам своих задач а потом появляется девушка из смежного подразделения которая подкидывает свои задачи в итоге получается в какой-то момент они уходят я остаюсь со своей командой со своими задачами еще команда слева команда справа я их все равно не увижу подними ты руку было такое или не было но очень часто когда ну во-первых свои задачи может быть ты сто процентов так работает ну в более-менее крупных компаниях возможно повторяется ситуация то есть когда внешне какие-то подразделения внешние ваши партнеры или контрагенты они могут подкидывать задачи и их просто становится много а 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 надо научиться приоритизировать и желательно не умирать для того чтобы научиться приоритизировать вот подписал что это бэк-менеджер черной жемчужины вот в общем хочу сейчас вас погрузить немножко в историю с кораблями не даром здесь был а смотрите дай бог мне памяти 1618 наверное это год густав второй адольф паза шведский король сказал наша прекрасная страна должна стать мировой владычицей марией океана вот и в принципе у них на тот момент был флот и все было хорошо но густав сказал что я хочу чтобы ну мы стали лидерами а поэтому нам надо иметь самое крутое на свете корабль вот а корабль выглядит таким образом и сейчас хотелось бы поговорить о том что с ним случилось как это все происходило потому что на самом деле очень интересная у него история безумно большой корабль то есть у него 1200 тонн водоизмещения ну то есть это это неплохо для тех это 69 метров у него длина была 52 метра высота 64 бронзовых орудий то есть ну не корабль а пушка просто вот ребята которые его строили ну это данные наложил на карту но были исторические я смотрел по очертаниям островов и всего остального где находилась верфь она вот здесь находилась в Швеции вот сюда корабль отплыл после того как его построили а вот здесь корабль затонул затонул почему потому что он отплыл с берега подул боковой ветер корабль наклонился набок защитнул воды и собственно лежал на дне кто люди которые за все за это дело отвечали был продакт наверное назовем его вот так Хенрик Хюбертсон это корабелл по-моему правильно их так называют человек который занимается строительством корабля то есть он формирует архитектуру он формирует структуру корабля как он должен работать плавать и так далее он начинает строить проходит год он умирает передает или не передает свои знания Хайму якобсену который должен продолжить строительство этого корабля вот а Хайн пытается построить как же там происходило неизвестно но собственно что происходит среди строительства приходит король и говорит ребятки смотрите мы строим с вами корабль а корабль должен быть самым лучшим на всем белом свете в связи с чем я хочу чтобы поверху вот здесь вот вы добавили еще одну линию пушек ну потому что чем измеряется превосходство корабля количеством пушек очевидно якобсон ему отвечают что товарищи поставим наверх это плохо закончится король говорит дело в итоге они ставят дополнительный ряд пушек якобсон расширяет сверху на полтора метра корма наверное да правильно как корабля то есть расширяет ее чтобы хоть немножко сделать стабилизировать корабль но к сожалению это не помогает мы помним историю корабль затонул как раз из того что центр яжести корабля он сместился то есть не изменилась структура корабля добавилось сверху очень большой объем тоннажа соответственно корабль стал уже не таким стойким и вот когда падал первый ветер он наклоняется на бок и как раз в пушечной отсеке начинает затекать вода корабль утонул он выглядит таким образом корабль недаром там фотка была на предыдущих слайдах его достали в шестидесятых годах со дна морского была целая длинная для этого создана процессия вот он находится в музее я не знаю сверху его мочи нет наверно у него стоят ну в общем будете в Швеции вспомните про эту историю сходите посмотрите как выглядит самый великий провал собственно как вы знаете ничем хорошим не закончилось в Швеции то есть мировой державой она не стала так вот давайте посмотрим на эту историю еще разом то есть у нас есть с вами стейкхолдер это наш там владелец грубо говоря всего и вся то есть человек который ставит нам задачу он иногда может быть безумным иногда он может быть просто некомпетентным или незнательным ну или действует там исходя из каких-то амбиций у нас с вами был человек который запустил это строительство но потом он умирает через год и возможно там документация была просто не передана следующему человеку который это управлял а может быть было плохо передано то есть мы можем гадать что-то на самом деле происходило вот но как факт все закончилось тем что корабль утомил хороший вопрос здесь возникает типа при чем здесь приоритизация и мы к нему вернемся не вернемся чуть по кузе давайте определение зафиксируем то есть приоритизация это процесс когда мы выбираем то что нам нужно сделать и сделать в первую очередь исходя не только из каких-то амбиций и прочих вещей а из правильного фокуса и приоритета вспоминаю в прошлый раз мы с вами говорили про фокус когда мы понимаем куда идем понимаем зачем мы туда идем и так далее вот собственно ну приоритизация это просто маленький инструмент который рядышком лежит но он очень классно раскручивается в какие-то большие интересные штуки ну я сегодня вам их покажу для чего это нужно ну как минимум это делает все процессы внутри нашей организации прозрачными у нас появляется возможность обосновывать решения мы понимаем как нам теперь можно планировать какие-то вещи а для кого это важно во-первых стейкхолдер наш руководитель возможно ну и наш партнер да ну в зависимости от того как у вас страна организация вот если мы говорим про себя лично ну точно так же ну мы никогда не можем не учитывать мнения окружающих членов нашей семьи предположим и так далее вот в том числе это как раз к команде больше относится смежная команда то есть те партнера наши или команды внутри организации с которыми мы взаимодействуем а вот ну очень классный кру öl инструмент который делает вашу деятельность прозрачным в любой момент когда кто-то придет к вам скажет надо эту задачу срочно сделать у вас всегда будет инструментарий в котором вы покажете я смогу сделать эту задачу когда у вас есть команда которой вам надо объяснить почему мы делаем такой набор задач та же ещеем inneциаты еще также покажут почему мы делаем именно это сейчас, а не вот это вот, что может быть интереснее. И инструментов для приоритизации, их куча вообще. Много, они сложные, простые, но суть в том, что почти все они базируются на табличной работе, работе с Excel. Кроме, наверное, матрицы Eisenhower, чуть другое. Даже если нет, я специально гуглил, как это работает, пытался понять. В общем, это нафиг никому не нужно, но просто, когда это выглядит вот таким большим слайдом, это становится страшновато, и кажется, что это безумно какая-то важная и серьезная штука. Но давайте пойдем таким путем. Давайте попробуем сейчас с вами перезапрестим велосипед. Что хочу? Хочу, чтобы мы с вами сейчас прямо прошли по примеру того, как работает приоритизация, и, ну, дай бог, вы, может, чуть по углу уже осознали. И чтобы у нас это получилось, ну, можно руки, голова, гугл-спейшеты, наши любимые. Я все обожаю делать в Excel-ках гугловых. Ну, а там можно не на бумаге, как угла бы. Бэклог-идей. Бэклог – это, по сути, набор задач, который у нас есть. Вот, собственно, тот самый набор, список задач, с которыми мы дальше пойдем работать. Бэклог – это чисто айтишное определение, то есть, ну, как сумка, в которой у нас все лежит. Вот. И критерий оценки, по которым мы будем эти задачи примерять и оценить. Бэклог – список этих задач. У нас есть три задачи. Мы хотим сделать новый крутой велосипед, которого никогда на свете не было. И поэтому у нас появилось три идеи, три мысли. Первое. Мы хотим сделать реактивный двигатель у нашего велосипеда. Второе. Мы хотим сделать гидроусилитель руля у велосипеда. И сделать такой гудок, чтобы его нажал и прямо на соседов, которые по бокам едут, их сдувало, да, чтобы, как у танкера, он прямо бахнул и понеслось. То есть, три задачи, которые мы хотим реализовать для того, чтобы получить велосипед 2.0. С чего начать? И вот здесь нам начинают помогать критерии оценки. В данном случае я говорю, давайте мы будем оценивать эти три задачи по трем критериям. Первое. Удобство для пользователя. То есть, насколько реализуем функционал, ну или там новая какая-то фишка, она будет удобна для пользователя. Второе. Производство велосипеда будет дешевле, если мы будем делать именно этот функционал, а не какой-то другой. И третье. Велосипед просто будет быстрее ехать. То есть, у нас есть три критерии, по которым нам надо выбрать, какую задачу мы хотим сделать в первую очередь. Вот. Собственно, я собираю это в таблицу. Слева у нас три задачи. Реактивный двигатель, гидроусилитель, руля, гудок. Сверху у нас удобство для пользователя, дешевое производство и увеличение скорости. Но прежде чем перейдем, прекрасная картинка, наверное, всем вам знакома. Это наша природа, которая все придумала за нас, которая очень хорошо перекладывается в математику. И здесь нарисовано в большинстве золотой сечения, но по сути это ряды Фибоначчи. Ряд Фибоначчи, он выглядит таким образом. Это суммирование предыдущих двух объектов. То есть 0, перед ним ничего нет, оставляем 1 плюс 0 дает 1, 1 плюс 1 дает 2, 1 плюс 2 дает 3, 2 плюс 3 дает 5, 8, 13. И в общем мы видим, что чем дальше мы уходим вправо, тем ряд, ну расстояние между числами, оно очень сильно увеличивается. Очень часто вот такую оценку по рядам Фибоначчи используют как раз в приоритизации. Потому что если мы будем оценивать 1, 2, 3, 4, 5, то разброс очень сложный, очень тяжело сказать на 4 или на 3, например. Для оценки по рядам Фибоначчи берут единичку, тройку и восьмерку. Чаще всего три значения. 1 – это совсем плохо, 8 – это прям вообще шикарно как-то, но это безумно далеко от единички. И тройка – это где-то посерединке. И дальше у нас оценка будет идти 1, 3, 8. Просто чтобы мы увидели, у нас данных мало, табличка маленькая, чтобы разница была больше между объектами. Итак, погнали. Делаем оценку и что мы видим? Я предполагаю, что при делах реактивного двигателя я сделаю на 8, удобно для пользователя. То есть 8 – это суперкруто. Но двигатель будет супердорогой, значит это 1, то есть для меня это плохо. Скорость мы увеличим, потому что реактивный двигатель, значит тоже будет здесь стоять восьмерку. Следующий пункт – гидровосилитель руля. Ставлю восьмерку, потому что это будет удобно пользователю. Это чуть дешевле, чем сделать реактивный двигатель, но скорость вообще никак не повлияет, поэтому здесь единичка стоит. И последнее, я говорю, что мы сделаем удоб. Удобство для пользователя будет, ну, наверное, будет там непонятно, на единичку, либо на тройку, да? Но точно это будет дешевле всех прочих задач. То есть это будет на восьмерку. На скорость вообще никак не повлияет. Дальше мы просто складываем эти значения и получаем, что нас с вами побеждает, исходя из всех вот этих критериев, приделывание реактивного двигателя. Несмотря на то, что это самое дорогое, но по остальным двум критериям эта задача оказалась у нас в лидерах. Почему хорошо оценивать таким образом? Потому что мы здесь с вами выбираем субъективность. То есть это не так, что я считаю, что это будет лучше. Я взял и разложил по набору каких-то критериев, что это на самом деле будет лучше. Здесь я возьму маленькую паузу. Пожалуйста, в чате с словами напишите, все ли пока понятно и есть ли какие-то вопросы. Понятно. Три, два, один. Вопросов нету. Бежим дальше. Давайте мы попробуем те же самые задачи. То есть мы не поменяли набор задач. Но попробуем поменять с вами сейчас критерии, по которым мы эти задачи будем оценивать. То есть смотрите, мы оставляем, что эта задача удешевляет производство. Но она будет пугать прохожих почему-то. То есть мы решили так оценить. И еще велосипедисты будут завидовать. В таком случае реактивный двигатель удешевляет производство. Недничка остается, то есть эти критерии не меняются. На троечку будет пугать прохожих, потому что гидроусилитель вообще пугать не будет. А вот Гудок точно будет пугать. Велосипедисты будут не завидовать. Скорее всего, с красивым утком гораздо больше. Хотя может быть спорно. Но в общем, я сюда ставлю восьмерку. Таким образом, у нас здесь сейчас оценка улетает сюда. То есть мы с вами поменяли критерии для оценки. И получается, совершенно иные результаты с вами получили. Но опять же, если мы считаем, что вот эти критерии, они важны для нашего бизнеса. Они важны для нашей стратегии. Вот то, о чем мы говорили с вами. Помните, про пятилетку и так далее. То, ну как будто бы, значит, надо просто сюда идти. Конечно же, мы можем всегда посмотреть и подумать. А может быть, все-таки сюда лучше что-то сделать. Но по вот этой вот объективной оценке выглядит так, что красивый гудок – это самое лучшее для того, чтобы наш велосипед был самым дешевым. Пугал прохожих, и все велосипедисты завидовали нашим клиентам. Окей. Хочется показать вам чуть-чуть сильнее таблицы, которые будут выглядеть. У нас будет ссылочка, я ее в чатик закину, пока пойдем сразу к таблицу. Вот. Собственно, так может выглядеть таблица одного очень опытного и крутого эксперта, который занимался оценкой. Вика, привет. Задач для одной из организаций в НКО. То есть, собственно, был набор из задач, которые у нас имелись. Мы с Викой накидали набор критериев, по которым оценку будем производить. Вот. И, собственно, произвели от одного до пяти, ну, потому что там не хотелось грузить Fibonacci. И, опять же, здесь у нас объем критериев большой, поэтому можно так сделать. Вот. И, собственно, у нас как итог получается такая история, что мы понимаем, какие задачи надо брать в первую очередь, какие можно отложить. Но перед тем, как мы начали оценку, я всегда прошу участника сделать жирным выделение трех самых, ну, важных задач, которые кажутся, ну, самыми полезными прямо сейчас в моменте. И, чаще всего, оказывается, что, ну, не все эти три задачи не попадают наверх, когда мы выбираем субъективное, то есть наше личное мнение, и перекладываем его на вот такую оценку. Ну, вот, если поближе посмотреть, то у нас мы по каким критериям оцениваем, что это задача, конечно, ее легко и быстро запустить, можно будет быстро использовать, потому что это два разных критерия. То есть какую-то штуку я могу очень быстро запустить, но воспользоваться я ей смогу, там, через полгода, например, только, да. Ну, и вот поэтому мы их разговариваем два дня. Задача может давать максимальный финэффект, там, обладать высокой репутацией для меня, дровить меня, давать низкие расходы, низкую нагрузку на меня. Я могу делать сам, либо должен обязательно взаимодействовать с коллегами. Лайк от шефа, например, у нас были такие кейсы. Ну, и, собственно, грубо говоря, по этим критериям задачи оцениваются, перемножаются, все, и получаем результат. Бывает кейс, когда данные обогащаются реальной жизнью. Когда я показал впервые вот такую таблицу одному из своих своих, он в параллели был директором в одной из компаний. Он ко мне потом вернулся и сказал, смотри, как мы применили эту таблицу и как мы ее переначали. К примеру, ребята, они точно так же взяли список задач, которые надо было реализовать, но они добавили, вот эти вот три колонки, четыре даже, извините, о реальных фактах относительно потребности к этим задачам у клиентов. То есть сколько клиенты изъявляли желание, что я хочу ограничение доступа к курсу по времени. Таких было 15 человек. При этом 5,5 человек, не знаю, как они считали, полчеловека здесь, их математика, я не буду вписываться сюда. То есть 5,5 человек почему-то, они ушли с этой платформы. То есть это ребята предлагают ЛМС-систему для управления процессом образованием. То есть 5,5 человек ушли и сказали, что раз у вас нет этого функционала, мы уходим. То есть у них служба поддержки, она опрашивает клиентов, когда тот расставляет договор. Какие обороты у этих клиентов, какой потенциальный оборот возможен при реализации этого функционала. Соответственно, они вот здесь, вот эти три-четыре колонки, это уже не просто мысли, ребята, а это реальные факты о том, что думает клиент об их продукте. Потом они посчитали, сколько у них потребуется часов на разработку, дизайн, бакенд, фронтенд. Насколько эта задача близко к корр-функционалу, к центральному, ну, как сказать, корр, ну, ядро, то есть основной, главный функционал. Будет ли этот функционал полезен для рекламы и насколько он дорогит вас. Вот, соответственно, ну, таким образом они провели оценку и получили свой набор критериев, которые начали брать в работу. Вот. Мы тогда в Альфа-банке работали, у нас, например, такая таблица была с коррингой приоритизации. Глубоко в нее заходить не буду, но здесь, по сути, то же самое. Сколько клиентов мы получим, сколько мы сэкономим, либо заработаем на реализации функционала. Будет ли это влиять на удовольствие пользователя работы с нашим сервисом? Риски закрываются. Это влияет на миграцию клиентов старой системы в новую. Является регуляторкой, которую мы не можем не сделать. Ну, скажем, Центробанк сказал, надо реализовать функционал. Мы должны его передать. И, соответственно, начну дальше. Каждая из задач, которая добавлялась, она оценивалась по вот этим критериям от одного до пяти, и мы получали в итоге общий бэклог, общую приоритизацию, с чего нужно начинать работу. Ну, здесь поближе показано. Вот. Вернемся к королю нашему. Каким образом приоритизация строилась у нашего прекрасного густого второго Адольфа Вазы? Он пришел к своим ребятам и сказал, хочу много пушек наверху своего корабля. Мы получили затянувший корабль. Как могла выглядеть приоритизация по взрослому, когда мы, например, с Густавом разговаривали суровый продукт? Он бы сказал, окей, давайте мы с вами это дело оценим. Вот. И они бы ушли, скорее всего, в какую-то такую таблицу. Сегодня просто день таблиц. Понимаю, что все их обожают и любят. Смотрите, давайте мы берем сейчас с вами набор задач. Опять же, мы можем сделать очень большие паруса. Мы можем сделать массивный руль. Мы можем утяжелить много корабля для баланса. Поставить на носу статую корабля и сделать таран на носу. И при этом у нас есть устойчивость на воде, боеспособность корабля и статус короля. То есть на что будут эти задачи влиять? Скорее всего, король думал только лишь про последнюю и, наверное, боеспособность. Уж про устойчивость он точно не осознал. И, грубо говоря, таран на носу, он должен был бы у нас победить здесь по общему критерию. Но прилетел король и говорит, я хочу много пушек поставить. Это поиспособность на восьмерку поднимает и статус короля на восьмерку поднимает. Поэтому у нас эта оценка вылетает вверх. Но здесь, если вы обратили внимание, добавилась еще дополнительная строчка, которая называется вес. Вес – это сколько мы даем внимания этому критерию. Потому что есть какие-то критерии, которые должны перевесить все прочее. И вот если же мы иначе подойдем, если мы скажем, что статус короля в нашем случае лишь 5% дает, ну то есть мультипликатор, если боеспособность корабля, она тоже для нас важна на 5%, но важнее всего нам устойчивость корабля, боже мой, на воде, и мы сюда ставим 90%. Потому что если корабль утонет, то ни его боеспособность не важна будет. Не важен будет статус короля, потому что не будет объектов. То есть это первоочередная задача. То есть здесь у нас, смотрите, меняется картина полностью. То есть массивный руль, он устойчивость на воде нам даст. И утяжеление одно для баланса. Понятно, что задачи выдуманы и бессмысленны, но мне хочется, чтобы вы именно эту штуку прожили и поняли, как она работает. То есть все три критерия имеют одинаковый вес, ставим много кушек, и вес распределяем верно и правильно, мы получаем, что совершенно другие задачи нужно реализовывать и на них сделать приоритет. И, собственно, вот здесь, что королю, там, и можно было... ...пушки, мы не... А вот это бесконечно накидывание каких-то задач, накидывание нигде, можно просто разрушить всю концепцию. Вот, поэтому небольшой вывод. То есть мы, как продакт в данном случае, мы обязаны перечить королю, ну, иначе корабль, на котором он потолит, вашему директору, вашему внутреннему королю, с которым вы там спорите. Но при этом этот король, он важен, потому что он, скорее всего, знает, что-то другое, чего не знаем мы с вами, когда мы эти задачи делаем. И поэтому приоритетизация, она очень хорошая с точки зрения того, чтобы срастить два наших мира и просто получить какой-то для дискуссий с двух субъективных. Вот, я думаю, будут довольны и мы, и наши стейкхолдеры, и наши внутренние короли. Вот, собственно, на этом у меня все относительно приоритизации. Я бы хотел послушать, может быть, у вас появились вопросы какие-то, и, может быть, что-то было непонятно. Так, если же вопросов в чате не будет, то мы можем попробовать и пойти в Excel, которую я вам собрал. Смотрите, в презентации была ссылочка на Excel, и я могу ее продублировать. Моя личность, оно, скорее всего, будет под комментарием, ну, вы сможете копировать себе. Собственно, подведены все таблички, нужно смотреть, покликать и посмотреть. Вот, на последнем листе у нас есть практика. Если вдруг каким-то образом окажется, что у вас есть сейчас прям набор задач, которые вы хотели бы пооценивать, вот, можно взять паузу и посидеть, пообсуждать, либо можно скинуть в чат, например, эти задачи, и мы могли, собственно, посидеть и попробовать их оценить. В данном случае я для простоты, чтобы не было страшно и больно, предлагаю три критерия. Это ice scoring, impact, effort и confidence. То есть, как будто бы не так сложно это дело оценить. Поэтому, если есть у кого-то задачи со списком, который хочется пооценивать, напишите плюсик в чатик. Если нет, Вика, подключись, скажи, как можем либо нагенерить на лету этих задачек, например, либо... Либо пойдем работать. Либо можно, да, ну, просто взять это и просто использовать как инструмент. Да, спасибо, Сереж. Я предлагаю, раз у нас нет вопросов, просто... Есть, 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 есть. Перелетел вопрос в чат. Погодите. Да. Как определяются внутренние цифры в таблице, и что, если кажется, что это легко, на деле нет. Круто. Супер. Как цифры определяются? Давайте просто поступим следующим образом. Мы возьмем, я не знаю, давайте вот CRM-система, CGM, что еще? Ну, вот три кейса. Вика, не возражаешь? Если мы их используем здесь. То есть я беру сейчас три задачи, которые мы хотим оценить. И давайте, то есть, ну, формирование CJM, Customer Journey Map, это весь путь клиента, вот момент, когда он задумался о том, что он хочет стать донором, до момента, когда он заплатил или, например, наоборот, вышел. То есть весь путь, и вот его надо расписать. Мы говорим о том, что вот эта вот история, насколько она повлияет на деятельность нашей компании, оцениваем от одного до пяти, где один – это плохо, опять очень хорошо. То есть, ну, чем краснее, тем лучше, тем теплее для нас. Ну, по моим ощущениям, давайте, я очень грубо сейчас оценю, скорее всего, это будет различаться с вашими оценками, но это не так критично. Сделайте на себя такую же оценку. То есть, мне кажется, знать и понимать, CJM – это суперполезная задача, потому что без него – это просто как слепой котенок. Но с точки зрения легкости, она не очень легкая, я ее оцениваю на двойку. То есть, бывают задачи посложнее, там какая-нибудь нет экономика, но все-таки это два. Уверенность в этих оценках у меня – она на пятерку. То есть, ну, потому что я делаю CJM, я знаю, что это такое. То есть, эта задача будет сильно сложнее, чем, как по мне, даже чем интеграция с CRM. То есть, интеграция с CRM я делаю на три. А писать фандрайзинговую службу – видите, я сейчас прыгаю слева направо, то есть, идете так, как вам комфортно. А писать фандрайзинговую службу – поэтому я здесь ставлю то. Сама суть, чтобы вы поняли. То есть, я просто оценил, мы получили с вами значение, соответственно, мы видим с вами, что вот эти вот две задачи, они важнее для нас в моменте, исходя вот с этих трех критериев, чем вот этот критерий. Но важно очень правильно определить сами критерии. Здесь не стоять для того, просто чтобы вы побаловались, чтобы вы поняли, как оно работает. Потому что, если мы возьмем, например, критерий, вот это чудо, вспоминаю, да, это критичность, это задача легкая, дает финэффект, она древит меня, она независимая. Поэтому отдельная задача – сесть, возможно, с вашими коллегами, партнерами, стейкхолдерами, и вот эту историю правильно выбрать вот здесь для оценки. Она очень часто будет зависеть от… Вот цели всей организации, либо… Вот здесь, если мы вернемся сейчас быстренько, например, видите, вот здесь есть критерия Rating Force Level. То есть… Он был просто критически важен. И на него нанимались целые команды, чтобы выполнять функционал, который заложен в этом рейтинге. И вот, собственно, Rating Force Level, он находится здесь как критерий. Вот. Поэтому, возможно, у вас будут какие-то свои критерии. Может быть, это доходность, может быть, это сокращение там персонала, да, ну, в связи с каким-то… с партнерами. Ребятам сможешь прислать, наверное, у вас же есть какой-то чатик общий. Поэтому, если будут вопросы, моя телега открыть для контакта. Спасибо, Сереж, я все слушала с качеством. Ну, вот такой вот у меня... Я бы ты говорил на самом деле. Такой у меня интернет поэтому, да. Моя надежда на то, что ты именно так и рассказывал все. Все, всем спасибо за встречу. Все материалы, запись, презентация и все, чем захочет поделиться Сережа, будет у нас с вами в чат-боте. Поэтому всем удачи, хорошего вечера и на связи. Спасибо. Все, спасибо, Сереж. Давайте. Пока всем.